В истекшем полугодии Азбестовским городским судом были осуждены три воспитанника детского дома. Поэтому работники суда, уделяя особое внимание этому направлению, проводят с детьми профилактические беседы. В целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних помощник судей Марина Кочелаева провела мероприятие для воспитанников государственного казенного учреждения Свердловской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Азбестовский детский дом. Проблема подростковой преступности на территории города обстоит прежнему остро. К сожалению, регулярно сотрудники полиции территориальных комиссий по делам несовершеннолетних выявляют безнадзорных детей. Некоторые, чьи родители ведут себя наиболее безответственно, направляют в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Азбестовский детский дом образован в 1944 году. С июля 2016 года он носит название «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних номер 2 города Азбест». Учреждение было создано с целью профилактики безнадзорности и беспризорности, а также социальной реабилитации несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день в детском доме 26 воспитанников. Всего у нас по уставу мы можем принять 32 воспитанника в свое учреждение. Сейчас у нас ведется набор. Каждый год мы выпускаем ребяток, которые окончили школу. Они у нас поступают в профессиональные учебные заведения. В этом году у нас было 12 выпускников. На сегодняшний день все они устроены в профессиональные образовательные организации и получают выбранные профессии. Сейчас в детском доме находятся 26 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, из которых один ребенок-сирота, остальные воспитанники, оставшиеся без попечения родителей, которые лишены либо ограничены в родительских правах. Детский дом работает по семейному принципу, что означает родные братья и сестры здесь проживают вместе. Остальные ребята размещаются по принципу психологической совместимости. В группах детей имеется кухня, столовая, гостиная, спальня, игровая комната, оборудованные по-домашнему. С несовершеннолетними воспитанниками занимается 13 педагогов и один психолог. Все юные воспитанники посещают учреждения дошкольного образования. Ребята постарше обучаются в различных образовательных учреждениях, в том числе и в коррекционных школах. Судьбу воспитанников в детском доме отслеживают до 23 лет. Дет сопровождение ведется даже после того, как они покинули учреждение и поступили на учебы в колледже и вузы. Дети с ограниченными возможностями здоровья. А у нас, как правило, в учреждении 50 на 50 бывает детей. Дети нормы и дети с ограниченными возможностями здоровья. Так вот, такие детки не имеют возможности получать образование у нас на территории, так как нуждаются в специальных образовательных программах. Такие дети выезжают за пределы города и обучаются в учебных заведениях Свердловской области. Беседуя с руководителем учреждения, помощник судьи Марина Кочелаева особо отметила, что здесь уделяется большое внимание организации детского досуга. В детском доме организованы различные кружки. Имеется спортивный зал, актовый зал, просторная столовая. На занятиях кружка-рокодельница дети учатся швейному делу, изготовлению подарков и сувениров, народных куков, лоскутному шитью. По коррекционным программам обучения, воспитания и развития, воспитанники детского дома занимаются в изо-студии, трудотерапии, кабинете социально-бытовой ориентации, кабинете психолога и компьютерном классе. В ходе беседы с воспитанниками Марина Кочелаева рассказала о правах и обязанностях несовершеннолетних в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, административной ответственности и основаниях для постановки на учет в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. А также привела примеры рассмотрения уголовных дел с участием подростков. Несмотря на то, что обсуждали серьезные темы, беседа проходила в неформальной обстановке. Дети активно участвовали в разговоре, задавали вопросы. После мероприятия воспитанники и педагоги выразили желание на продолжение дальнейших встреч. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ. Субтитры создавал DimaTorzok